В продолжающейся войне в Газии и в других зонах бедствия каждый на своем уровне пытается внести вклад. Одной из уязвимых категорий этого процесса стали журналисты. Они пытаются запечатлеть преступления и бедствия, которые могут стать веским доказательством для уголовного преследования мясников, как, например, в Газии. В Стамбуле прошло вручение премии за лучшую фотографию года. Премии вручались в нескольких номинациях. В номинации «Фото СМИ» лучшим снимком была признана фотография корреспондента Рейтерс Мухаммада Салема, на которой жительница палестинского города Хан-Юнис в последний раз обнимает в морге свою пятилетнюю племянницу Сали, погибшую в результате израильской бомбардировки. Второе место получила фотография турецкого информагентства «Анадулу», на которой его сотрудник прощается с четырьмя своими детьми, убитыми оккупантами. Фото сделано Амаром Абу-Илуфом. В конкурсе были представлены фотографии, запечатлевшие последствия сильного землетрясения в Турции в феврале 2023 года. Известная фотография турецкого пекаря Месута Ханчера, чья пятнадцатилетняя дочь погибла во время землетрясения в Кахраман-Мараше, получила третье место. На фотографии видно, что даже после смерти дочери отец не отходил от ее тела и держал за руку. В категории «Портрет» лучшим было призвано фото из Нигерии, которое входит в десятку самых загрязненных пластиком мест на планете. Автор снимка Эмики Абонор показывает, каким последствиям может привести страну экологическая катастрофа. В категории «День из жизни» премию получила фото трех детей внутренне перемещенных лиц в Афганистане. Их мать, занимаясь вопрошайничеством, смогла раздобыть мальчикам яблоко, которое, как видно на фото, вызвало нескрываемое удивление у детей. Автор фото Ибрахимна Рузи.